Продолжение следует... Эстонская программа по борьбе с курением будет готова к ноябрю, а вот страшные картинки уже готовы и содержатся в специальной базе Европейского Союза, откуда их может взять каждая страна на свой выбор. Шокирующие иллюстрации действуют сильнее, чем просто предупреждающий текст на пачке сигарет. Особенно эффективно это в случае с теми, кто не умеет читать, а также с детьми. Мы не ждём, что кто-то бросит курение, немедленно посмотрев на графическое изображение. Это процесс длительный. Но в будущем это может снизить количество курильщиков на несколько процентов. Многие страны ЕС и за его пределами ввели этот метод борьбы с курением, причём снимки, размещенные на пачках сигарет, без прикрас можно назвать жуткими. Однако, несмотря на столь массированную атаку, курильщики по-прежнему курят, и, как оказалось, подобные методы не оказывают на них никакого эффекта. Если бы у меня было это чувство ужаса, то я, наверное, не покупал бы эти сигареты, чтобы на них не смотреть. Нет у меня такого чувства ужаса, у меня просто такое чувство брезгливого любопытства. Только безумное повышение цен на сигареты. Если бы они стоили, скажем, сейчас сигареты стоят 2,80, те, которые курю я, то если они, скажем, станут стоить 4 евро, вот тогда я задумаюсь. Ну, что касается детей, то использование страшилок в виде рака лёгких и гортани в качестве профилактики, по мнению психологов, может оказаться всё-таки вредным для ребёнка и даже опасным. Ведь, с одной стороны, в чувствительном ребёнке это может поселить чувство страха, которое повлияет на его дальнейшую судьбу. А с другой, дети воспримут это как абстрактную информацию, посчитав, что такое может случиться, но не с ними, поскольку дети не понимают, что они смертны. Елена Соломина, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.